Путин был я, а Медведев был мой друг. Или, может быть, Путин был он, а я был... Я не знаю, ну, неважно, это не имеет никакого значения. В общем, они думали, я уже был президентом. Я уже написал в конце книги. В глазах двух из корпуса. В головах двух из корпуса. Я уже был президентом. Как они не спалили? Да, они не спалили, они были завязанными глазами. Это было шикарно, просто шикарно. Да, конечно, были с завязанными глазами. Была легенда, что это начальство Олега Владимировича приехало. И надо, короче, пойти с ними погусить, с этими начальниками. Но встреча специфическая там в спецдоме. Стоимостью в том городе был стоимостью в 400, сука, евро. Знаете, сколько бабок мы просадили на этот прикол? Есть еще даже видос, как мы сидим, я покер и рыбкой ржем после этого. И я говорю, Андрей Владимирович, какого черта вообще контекст был? Почему дюрокс не завезли? А он мне отвечает, санкции, Александр Сергеевич, в следующий раз... Это было круто. Я стонал, как дедушка? Нет, я вообще не стонал, чтобы меня не спалили. Она же думала, что это Путин. Как так можно? А это Ксюша... А это Ксюша Собчак сказала, что мы, наконец, ебанутые. Что она таких больше не знает. Как так можно от имени Путина блюдеву баб ебать? Я говорю, блядь, ну... Это же такой кайф. Кому-то надо становиться президентом для этого. А я могу не становиться для этого президентом. Я могу такс. Сэр, вы хотите остаться здесь? Нет, у вас есть что-то, на стене? Я думаю, что я могу помочь вам здесь, чтобы остаться здесь. Да, окей. Просто возьму ваш день, я возьму вашу еду. Спасибо большое. Можете помочь мне? Я помочь вам. Да, хорошо. Здесь вы. Это не хорошо, не хорошо. Это не хорошо. Переместимся, пожалуйста. Рейс, рейс, рейс. Все время. Тут постоянно дождь, и постоянно грозаки, как он. Будет сделать это. Смотрим. Где он? Нет. Это... Это... На стене? Нет. Нет, я думаю, что это не возможно, это где-то не будет. А, где? Вот, я могу сделать... Пожалуйста. Я же сказал. Через меня можно ли заказать евротрэш? Вообще евротрэш есть у рыбки. Попробуйте у нее заказать. Это было спецпечатать, ребята. Этого евротрэша больше никто его печатать не хочет. Все боятся. Ну понятно, чего все боятся. Там одна обложка чего стоит. Когда я Ричарда зачитал и перевел обложку, он сказал, Алекс, покажи обложку на суде. И всем сразу станет понятно, почему ты сидишь. И судьям станет понятно, почему уголовное дело на тебя шлется. Просто можно обложку книжки прочитать, а там все сразу ясно. Это мне сказал Ричард так. Я говорю, Ричард, спасибо тебе. А, окей. Вот, Ричард, спасибо тебе. Спасибо тебе, Ричард, за хорошее, в общем-то, за то, что ты веришь в меня, друг. Я сказал. Ну ладно, кроме евротрэша у нас же есть другие книги. Просто это такая самая сумасшедшая книга, реально самая сумасшедшая книга. Которая у всех просто отбомбила всех вот эта книга. Жесткая циничная, с его. Ну да, вот тут есть люди, которые читали. Они не сетюнершей представилась. Она представилась с женой, потому что она действительно похожа на жену. Внешне. Посмотрите на нее и на жену. Она не похожа внешне. Взял, они подумали, что это реально жена подгоняет мне все. Ну и сказали, какие же высокие у вас отношения. Высокие отношения? Не удивились, говорят. Да, действительно, высокие отношения. И после этого они ничего не смогли сделать, как починиться и пойти. Тай трэш. Кстати, хорошее название. После книжки евротрэш Тай трэш. Но оно называется уже по-другому. Вот. О, ну да. Ваше здоровье. Там вся книжка – это сплошной трэш, поэтому мы ее так и назвали. Приятно. Настрой четкий, да. Спасибо. Ласт трэш. Ну, кроме шуток, было очень смешно. Всю поездку, всю тусовку была просто очень смешно. Сколько стоит евротрэш, да? Ну, не знаю, сколько он стоит. Каких-то денег стоит стандартных, которые вы можете себе позволить. Но я не продаю этот евротрэш. Он вроде есть у споняшек. Там у рыбки в инсте, короче. Где конкретно его достать, где его взять. Неужели для вас 200 рублей – это деньги? Этот евротрэш, на самом деле, стоил мне миллионов рублей. Одного года жизни в теляге, возможно, он. Я в рыбке за тысячу покупал. У меня интересно. Вот такая книжка в штыре вышла, честно. Ну, меня в штыре вышла. Потому что вот мы там не курили ничего, но при этом мы там были как под кайфом вообще все это время. Нас так фёрнули. На фоне этой смерти, распила моего имущества, люди налетели на моё имущество, наружали там просто все время. Это невероятно что-то. Спасибо. 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 ____________________________ По времени Планку? Какая Настя? Настя желает добра. Где Настя, которая желает любви добра? Давайте ее сюда. Что там за Настя? Старный инстинкт сработал. Кушать хочется, не говори. Но я сейчас уже выключу трансляцию. Почему? Потому что тут ее уже вообще невозможно вести. Тут куша народу вокруг. Все орут, короче. Почти ничего не слышно. Тут ветер дует. Стекает по моему телефону. Батарейка садится. Все вместе. В общем, залетело. Привет, привет. Еще потом, попозже, выйду с вами. Я не наибице. Я уже сейчас скоро наибице. Завтра планка. Да, завтра планка раньше. Завтра я буду делать воркаут. Не планка, я буду делать воркаут. Воркаут будет. Все там будет. Ну, в общем, завтра сделаем воркаут с вами. На ютубе. Я люблю делать воркаут утром. Завтра планку не будем. Потому что одна и та же нагрузка, но это как-то скучно. Какая-то Настя тут меня клеит, да? Правильно, правильно. Я же тоже на кого-то там подписан. Наверное, кто-то тоже говорит. Я ебу своих подписчиков. Я уезжал в тренинг. Понравился, да, вебинар по БДСМ? Ну, это исследовательский вебинар. Все вебинары у меня последний фильм исследовательский. Я вот сейчас... Какой-то вебинар буду делать по теме неопубликованной. Поэтому следите за этим. И будет у вас вебинар какой-нибудь по неопубликованной теме еще. Вот. Я просто сейчас разбираю свои залежи. Вот. И нахожу. Сегодня с Настей о тебе общались. С какой из Настей, из моей? Настей Журавлевой. Настя с Настей Журавлевой? Хорошо. Хорошая девочка. Очень хорошая девочка. Настя Журавлева. Я ее очень помню. Хорошая. Я помню. Она похожа на меня немножко тем, что она любит жить так же, как я. Но я не буду конкретно разглашать, как она. В общем, Настя Журавлева. Хорошая девочка. Мой проект Рыбка. Мега проект. Мега проект Рыбка. Расскажи про Настю Волочковой. А, ты с Настей Волочковой про меня общался? Расскажи, с какой конкретно Настей. Потому что Насте столько много развелось. В последнее время. Тебя от кодекса в штырьло? Да, кодекс это такая книжка. Сильная. Идеологическая, скажем так. Знаете, друзья, я вот недавно думал, вот о чем. Мой тренинг «Звезды первой величины» никто не проходил. Они проходили все мне, или какие-то коучи, или звездуалки брали, или просто встречались со мной. Ну, конечно, я их сильно приземляю, но если их сильно приземлю, они растеряют все свои регалии, честно вам скажу. Ну, потому что человек, когда попадает в тему, он обесценивает все. Становится как ребенок, а ребенку не ценно то, что ценно взрослому. И поэтому они вовремя пытаются прийти в себя и прекращают заниматься. И для них вот эти коды, те, которые для меня несерьезны, для них это вообще кошмар. Недавно был у меня тут один такой момент, что одна из звезд звонила и говорила, «Алекс, как ты мог? Какая-то скотина!» Ну, это же, я говорю, слушай, что такого-то? Боже мой, а для нее это серьезно, то, что я сказал. Ну, это кошмар. Я помню вот этот ролик, который выкладывал в ВК. Короче, чувак рассказывает про куни, что он научит делать куни громко. Да, и все вокруг смотрят телефон там и так далее, где все время напоминают, когда транс на свой вид. Ладно. Все. Я не включаюсь, потому что тут уже интернет не тянет. Привет вам всем. Хороший. 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 Продолжение следует...